здравствуйте зрители канала и сейчас вот я нахожусь в нашем селе кондрашовка на улице стрелиновка вот местные жители сюда пригласили потому что возникла проблема вот александр митрофаныч карпов может рассказать где вот мы находимся то есть это вот получается александр митрофаныч подойдите сюда вот ну ты сейчас мы все это это мы находимся правильно я понимаю что но это примерно центр улице да ну да да стрелина куда цель вот чуть-чуть подальше а вот сосед живет прям вот вот и здесь вот отсыпано шлаком дорога и вот здесь вот мы находимся у домовладения номер 14 вот владельцы этого участка здесь возникла такая проблема то что здесь переселившиеся относительно недавно в село езиды здесь нет никакого национального конфликта здесь есть просто бытовая проблема так вот эти вот езиды они держат коров и они не очень как бы вот вписались ну такие вот в обычные правила поведения селян и частенько вот нарушают то есть это вот стадо она прямо остается ночевать у реки серебрянка прямо у самой воды там они пьют и гадят и проблема в том что местным жителям вот эти коровы они просто приходят сюда вот кто к дому на участок на огород и так далее заходят все от поедают портят грызут ветви яблонь и так далее и вот здесь вот местные жители они были вот вынуждены сделать вот этот трос игр огораждаются да им еще вот здесь вот эти пастухи предъявляют претензии что уберите ограждения вы мешаете там нашим коровам вот представьте сразу расскажите можно сюда вот вот здесь вот хорошо видно виктор александрович то есть зовут в чем здесь именно вот такая вот проблема то есть коровы заходят правильно понимаю к вам прямо на участок а он привязывает их сзади огорода нашего вблизи огородов в прошлом году две коровы сорвались пропахали через весь огород сломали ветки на яблони плюс того вместо того чтобы яблони земли подбирать а них начали света грызть поломали ветку на яблони вот многократное предупреждение на них не действует вы с ними говорили с подняли не говорил сколько раз и при и просил их по-хорошему и ругался с ними толку никакого нет они еще и угрожают вот ты гляди язык свой призме то потеряешься то есть и вот совершенно как бы ваши доводы они игнорируют правильно понимаю и они к вам проходят как отсюда так и как к себе дома я вот идет по моему участку я буду вынужден был загородить все он прям шел вон туда шел потом вот здесь вот шел чесал мимо оттуда опять так заходим я о том что они приходят из той стороны и правильно с той стороны не идут там что на сюда загоняйте а тут же этой дорогой гонит назад вот и сейчас если вы не против тогда ну пройдем к вам и посмотрим вот эти задворки белый дом стоит они в трех метрах от дома привязали 5 коров я подошел делать замечание они вместо замечаний послали меня и все иди вот не твои дела а сколько их всего этих коров 10 штук сейчас она гоняет в прошлом году было 6 сейчас 10 10 коров опять же получается что они заходят не только вот отсюда с территории вот проезжей дороги с улицы стрелиновка но и через реку серебрянка переходит и может быть но там через реку я ни разу не вижу что они и там не переходят то есть их отсюда приводят и отводят туда правила нападут ведет по моему участку и читает так через мой участку на возвращается а даже то есть постоянно они кашут вчера утром я сделал провоку загородил он видит что проволока почему не отогнать корову от пробки прогнать он там в проход так он его погнал напрямую через проволок они тут путались ковырялись вот так в ролку конечно не порвали но все он видишь отвесла все поэты как будто зря городе получается каждый день они через ваш участок а ходит на берег и ревара два раза в день а и получать с вечером возвращаются той же дорогой дорогой да и плюс гон тут он гонит она он заходит с того угла вот мой участок через этот через дорогу тоже моя земля я купил она на меня форме зеленка все есть и они проходят пока он оттуда бежит она уже вон там на углу корова мы сейчас чуть не даже развернем видеокамеру помидоры сидят да 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 вот видно там огород вот и тогда вот сейчас проследуем как раз туда к вам и там посмотрим что происходит там вот это уже ваш участок вот эти коровы как раз проникают а вот этот дом это уже другого хозяйка она через ее огород к ней подгонять вот тут подгонять прям к дому хватнули все эти 10 коров проходят и проходят и назад потом идут вечером хорошо сейчас мы тогда пойдем дальше на берег и там посмотрим мы находимся вот на участке и воду вдали мы видим что там река серебрянка это водоохранная зона реки и там как бы прибрежная защитная полоса реки именно вот прям в этой водоохранной зоне в прибрежной защитной полосе реки эти коровы они ночуют то есть у них нет никакого не стоило ничего ночевать они начнут они деньги старчат ну ночует все равно они же возле серебрянки только чуть дальше чтобы они здесь выпасывались вот на участке людей без спроса и в результате потом они вечером опять же незаконно проходят через участок и возвращаются вот по улице ну вот сейчас вот поснимаем именно здесь местность вот расскажите где они у вас тут вот здесь вот пасут на чужом участке вот это где выгонять три коров пять коров привязывают туда вот залазить прям плотную тоже там вот зайкин заросли там зону отдыха находится нового ваша именно там да 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 и вы говорили что еще там это даже бык был который это был на речке вот вот такой вышел двое детей маленьких с собой вот они испугались где-то вот что делать потихонечку и уходите отсюда не бежит ничего то есть ваши внуки на испугались а бык был не привязан вообще был не спутан не привязан без кольца без а вот в тоже да вот и постоянно каждый день видите да вот а вы тоже делали замечания да как же не делали ругалась с ним и они тоже все это просто игнорирует и продолжают не то что я не заткнись иди отсюда иди отсюда заткнись и как только не обзывают а бык это также все это вот их бык их не был сейчас в этом году я не видел в том году он был быки и коровы все и все всех именно вот проводят исключительно через вот вашу почему мы должны эту всю нюхать не они не хотят да да дело в том что но тут же эти коровы испорожняются испорожняются тут все и пьют и испорожняются ну и все это возле серебрянки реки в эту серебрянку и ссут и срут и все туда ну коровы и они стоят там в этой серебрянке они прямо становятся это туда ну я понял купаются там и купаются и все прочее нам уже нигде ничего не нет ни в серебрянке не скупаться нигде нельзя понимаем вот и опять же получается что вот они весь день пасутся именно здесь вот у вас есть вот там у полентина огорода нашего огорода вот на этой территории на этой территории дело в том что него добрались вот там вот непосредственно у реки серебрянка это вот 100 метров это вот зона я вам рассказываю согласно водному кодексу 100 метров водоохранная зона из них 50 метров это прибрежная защитная полоса реки то есть это там особые правила что там вообще нельзя не выпаса ничего нельзя дата можно покосить траву да на сено но нельзя чтобы там вот крупная стада выпасывалась непосредственно у воды там гадила и так далее а тут еще и получается что они летом полностью вот там дальше прям у реки не ночуют да они там живут вот а что же тогда у них получается вот зимой то они как ну зимой я там у них не было да то же самое покуда девать в сарае там сарай они видят ли у них там сара нет ну там маленькие сараи ну зимы это зимой пока речка не замерзнет они пошел они сонатой даже вот как льдом покрылся льд тогда только около дома навоза нет то есть получается весь навоз он плывет по реке серебрянка в речку я хоть подавчера разогнал вот оттуда со своего участка разогнал со своего участка 5 коров он что сделал он развернулся ушел он туда там речка внизу ну где-то метров 30 от речки на их там привязал ну и сейчас мы еще пройдем до реки в речку спускают и из пречки они и там и и суд и срут и все эти коровы я понял все стадо там же испражняется в реке и потом в результате если кто хочет искупаться то там получается все вот это в коровьих экскрементах то есть там вот такие невозможно уже искупаться допустим корова у него сорвалась он бежит ее догонять он не глядит как он через город чешет и все вон там за один кто там бегал по нему не помню я уже не видел что он бежал в этот огород то есть они могут их ловить на огороде и коровы в этот огород и могут поесть там что-то у вас на гору в прошлом году они залезли на огород цепь вот такой лом пропахал через весь огород зашел в жилую зону тут пока он не увидел я видно свистнула не прибежали сюда услышали может там чего среагировали прибежали выгнали отсюда корову на второй день я эту корову 2 это или другая муж какая около туалета я бы стояла хрызла ветку сломала нам так по щас словами висит вот и опять же тут я еще хотел сказать что у вас в принципе кроме как из-за коров живут они от вас достаточно далеко вот этот конфликт из-за коров больше никак вы никоим образом у него нет ни конфликтов ничего этого никаких даже не трогали и они соседи не через не через межу не ближайшие вот по той стороне они там достаточно далеко живут то есть тут вот идет весе все равно корову вот они начали гонять до этого они не гоняли вообще сюда а то есть этого два года продолжалось в прошлый год они начали гонять и второй год но и сейчас вот еще мы тогда спустимся к реке чтобы показать серебрянку и вот там от снимем еще бывший глава авиалов нам тоже не хочет они перестали гонять я пошел пожаловался бывшему главе администрации этого авиалову он с ним побеседовал они там где-то осталось месяц может до конца сезона они больше не гоняли все успокоились а сейчас глава администрации поменялся новый и они опять приперлись снимаем здесь как раз вот эти лепешки вот их тут много в разных местах это вот просто для наглядности вот показать то есть коровы здесь вот они получаются каждый день то есть с боем прорывают они как бы данная территория утра и до шести до семи вечера торчат вон малинник они там около малинник привязать такие же лепешки лежат вокруг а когда вот эту всю вы проволоку они ее как рвут и на пробку чтобы порвать но порвать они не порвали на толстые они вниз запутают брыкают ну раздвинуть раздвину растащили и они прям лезут через проволоку коровы через проволоку все равно прям через проволоку 2 за ней следом короче подпад кто как-то подлазит кто туда кто сверху прыгает они идут им хрен по деревне но я понял прямо здесь вот эта река серебрянка малая река которая впадает здесь они тоже да вот примут в воду но я вот вижу тут тоже примут эти коровьи лепешки вот она лепешка то есть получается каждый день они вот здесь именно у вас претензия не то что они даже что-то пасутся то что они через ваш участок через наш участок гоняет это раз засирает все изгадили всю речку да и тут еще надо учитывать что косить то тут можно а вот прибрежной защитной полосе реки запрещено водным кодексом выпас вот стат сельскохозяйственных животных а это крупный рогатый скот и здесь просто вот это все происходит да да это я уже отснял то есть вот такая вот живописная река серебрянка маленькая речка вот есть там как бы вот раньше купались ходили отдыхали с детьми выйдешь там посидишь отдохнешь там час-полтора ну может побольше иногда все невозможно весь неизвестно что там есть после того как стали лепешки там плавать и люди перестали купаться да . ясно где кто полез купать они нахлебаются все еще да 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 и так как серебрянка впадает ведугу получается ведугу идем дело то же самое да и плывет по ведуге это он потом паша там рядом тоже поросят держит того суда же нибудь все течет на про поросят это тоже уже вот люди говорили что ну как бы от поросят тоже спускается прям все в реку серебрянка я понимаю чтобы это был его личный водоем озеро прутся там чухо твори на своем водоеме и дома то есть люди просто именно вот такую государственную собственность реку которая общее национальное достояние они считают покупать народу много они они считают эти люди что можно вот использовать для своих личных нужд для вот этих вот бизнеса на сельхоз животных то есть от поросей сюда спускается от коров лепешки которые просто коровы вот тут ночуют прямо у реки и я думаю что конечно коровы это все хорошо но не в ущерб и реке коровы должны опять же куда-то там загоняться хоть какой-то у них пусть даже если у них нету там там стоило крытого помещения ну хотя бы до оборудуйте какой-то загон и вот как там в сша есть такие мясные породы они там вот но живут под открытым небом если вы также там под открытым небом хотите держать но огораживаете и просто загоняйте чтобы они вот так не ходили у людей и не причиняли ущерба и не было конфликтов не трепали на данный ушел в деревню жить перешел думал отдохнуть спокойно тишина все никакой покой никакой тишины после операции на сердце я вынужден с ним ругаться каждый день у них один инфаркт был через них понимаю понимаю да здесь вот через город прямо-то отсюда вышла корова ага вот она вижу огород угол на угол и ушла в зону вон туда в сад где качели стоят там дети играют катаются она туда уперлась потом они прибежали хозяева молодой забрал ее а вы говорите что еще на огороде появились какие-то следы я вышел следы огород был картошка посажена запаха на заровненное все выходим на это картошки следы то ли корову догоняли по огороду бежали ну я тоже не могу утверждать потому что я не видел что это именно не были можно это не были может кто-то другой еще пробежал но то есть вот на огороде вот эти вот разные следы плюс ними кабеляк вот такой бегает отвязанной тоже наступил на помидор через город пиздец помидор то есть еще и собака пастушью на белая белый черный постоянно на с ними каждый день кто объели яблони до прошлом году корова сорвалась подошла к яблони вместо того чтобы земли яблоки подбирать она ухватила куст сломала его вот он так и висит прошлого года а вот эта вот ветка это вот уже обломана от коровы да ну она как тянула яблоки за ветки хваталось и оторвала то есть вот то что мы сейчас видели конечно уже сейчас вот поздновато стемнело это место где вот эти корову как раз ночует тут постоянно уже сколько лет на этом месте и гранит и петух стадо сейчас у них поменьше стало немного продать а раньше был большой стадо вообще там закон стоял такой что мы шли по другой стороне берега там вообще прям в этом месте вот каждую ночь они каждую ночь и до в течение нескольких лет уже где может 10 лет у самой воды у самой воды управляют спасибо его для контраста а вот можно еще увидеть хоть и темно пасутся мирно овечки у человека огорожено все изгородью никуда не ходят на чужие участки там проблем не создают вот эти опции они никому не мешают правильно они вообще спокойно никому не лезут никуда не видит вот мы от в этой загородке много овец но тем не менее никаких от них проблем нету а здесь вот 10 коров и они просто терроризируют местных жителей он огородил свой участок себе и все и на нем пасет никому проблем не создают да а вот в вашем случае там просто наглые коровы и такие же наглые их владельцы до которые просто берут и на пролом через ваш участок и продержи свой язык а то потеряешься и опять же то что вот сейчас я увидел там на берегу конечно уже было темновато там но я увидел то что там вот этот сарай для них или там опять же как его назвать там стоило да он стоит прям практически у самой воды может быть там метров пять от реки серебрянка и вот и я теперь понял почему люди говорят то что весь навоз отправляется вот эту серебрянку сейчас мне нельзя искупать даже руки помыть это не хочет туда лезть то есть зачем куда-то утилизировать когда прямо рядом с коровами течет река и можно просто по реке это все спускать да это все своим ходом плывет по реке вот к сожалению вот такие вот я наверное не ошибусь если у них это туалет на берегу речки стоит ближе к воде но по крайней мере вот животные действительно этот мы увидели там штуки 2 атака там как говорят все все стадо но прям коров он к нам гонять плюс молодняк он там гонять по чебатуровке все это стадо она прямо там на берегу обитает постоянно и опять же весь навоз вот он скидывается вот в реку в результате вот мы имеем что река маленькая река она просто загажена хотя это опять же серебрянка относится к бассейну дона и очень обидно что у нас в воронежской области такое происходит спасибо вам за рассказ соседний дом тоже вот столкнулись уже люди с коровами недавно купили дом вот то есть как вы заметили все это стадо ними мимо вас прошли нет мы когда приехали на выходные приезжаем особо по выходным сегодня просто мужчина выпускной а так приехали в субботу зашли на огород там коровы понятное дело не на самом огороде потому что он все было бурьёна это бурья нам дать но черемуха и дальнейшая часть все равно наша много коров привязанная как бы пыталась позвать пастуха пастуха не было вот естественно до вечера мы следили кто придет их забирать вот вечером он пришел все мы как бы обсудили больше он не водил но через день наверно он привязывает и что вплоть стороне коровы вот тут на дороге стоят а прям на центральной дороге вот улице стрелиновка ваш дом это тоже еще улице стрелиновка до корова стоят он их привязывает очень обширно вот получать тут вот это все поле они вблизи дороге как бы находим него тоже двое детей но то есть коровы еще многие без привязи то есть они свободно до пасутся они могут просто оторваться я как бы не обращал внимание но понимаете все равно коровы все с рогами да некоторые из них агрессивно элементарно так как мы дачу только купили надо делать ремонт допустим муж занимается ремонтом я занимаюсь огородом дети по сути тут ну соседи но дети гуляют дети гуляют возле дома по сути гуля не хочу но опять же когда корова вот туда детям интересно они посмотрят коров тот же мячик укатился за ним на но корова тоже да да корова корове розни они могут быть агрессивно и да вот и вы значит этим людям сказали чтобы они больше вот так вот не прибивали совсем близко к дому да нет мы им сказали чтобы они на наш огород не водили потому что предыдущий хозяин у него все было забором огорожено сейчас огорожено потом они переломали и они переломали одну часть забора пастухи именно в любом случае это они потому что как мне рассказывала мама хозяина ему по наследству достался этот участок то что они и ходят еще урожай собирают как раз скоту а то есть еще одно там из садов собирают урожай без спроса людей получается да и я вот еще уже тут до этого сказал и вам тоже хочу сказать что согласно водному кодексу выпас любого скота водоохранной зоне реки он запрещен и там где они их выпасывают это водоохранная зона реки серебрянка берега относятся даже к заказнику областного значения землянский и вот для реки серебрянка вот эта водоохранная зона составляет 100 метров вот для ведуги 200 а здесь 100 метров водоохранная зона из них 50 метров это прибрежная защитная полоса реки и там вообще вот этих 50 метров любая метров потому что я на прошлых выходных у меня когда муж две недели назад поставил забор где они его сломали чтобы они в любом случае они понимают что мы будем на выходных как бы только приезжает чтобы в будни все равно коров не водили как бы для подстраховки мы поставили я решил обойти полностью территорию посмотреть можно где-то еще к нам как-то на огород попасть я понимаю что здесь как бы погорельцы там соседи по сути ну да 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 вот здесь один дом да не жилой разрушила и когда я прошла полностью до речки я все это увидел то что у них получается вот эти сарайчики я видел сейчас вот и я просто речка течет грязная да и я вот про то не договорил то что 50 метров вообще там любой выпас запрещен а здесь вот мы просто все видим что в наглую люди это продолжают и не считаются с интересами законных владельцев участков не считает вот поэтому вот насколько я знаю вот как бы тоже тут и все-таки мы не так просто эту деревню купили тут много очень родни живет по крайней мере в стаднице вот когда-то он давно держал коров потом он бросил и вот сейчас опять обзавелся но ходил главе администрации жаловался это не глава администрации сюда приезжал как гоняли так и гоняли вот конечно то что ну вот прям вот получается вот вот это дерево стоит и вот там рядом прям на проходе на дороге стоит корова и не одна чуть подальше на проходе именно выходим туда у нас там вот стадницы прямо там через два дома грубо говоря родственники живут мы также ходим и тут стоит еще обратить внимание на то что все-таки это не одна не две коровы как вот в частном подворье а здесь фермерство то есть на лицо фермерство шесть корова сейчас уже 10 гоняет а затем 20 признать их туда я понимаю запретили разводить без согласия соседи кур и кроликов но как бы коровы это тоже у тебя есть там вот и паси их там через речку бык один пасет но он там один на поле в прошлом году мы с детьми как раз маленькие были позапрошлым по моему еле ушли от него он стал такого рака вставил свои палкой махнул но что касается этого случая то здесь вот будет обращение тогда она у голове администрации сельского поселения вот и если глава не сможет как-то помочь то тут будет единственный вариант это просто обращение в прокуратуру чтобы как бы органы прокуратуры как-то повлияли на эту ситуацию и навели порядок чтобы законных владельцев участков не терроризировали эти коровы и опять же не причиняли вот какое-то неудобство ущерб проблемы да и вынужден целый день ходить и охранять свой город чтобы не дай бог какая корова не залезла и все не спаха каждый день каждый день вы находитесь на месте каждый день вы тут живете мы в основном купили как дачу естественно мы проезжаем только но мы все равно законные владельцы платите налог и опять же вам эти коровы тоже доставляют неудобства некоторые да и поэтому вот ну на этом вот мы все засняли тоже уезжаем воронеж на два-три дня не бывает ну за эти два-три дня тут можно ворочить я приеду весь город спахан и да да то есть они спокойно без вас пройдут через по территории участка двор сзади вы видели сам разгорожены можно заходить к самому дому и творить там всем нет предыдущие владельцы сказали то что есть фермер который ходит смотрят по участкам а где кого нету и собирает урожай то что конечно не то что там с деревьев срывает я вхожу в туалет туалет стоит рядом а сзади него яблони она подошла вместо того чтобы с земли сорвалась корова его залезла в сад уж цепила ветку с яблоком яблок тащил заветку сломала кусту он по сей день у меня висит тем более вот как познакомилась соседка вот получается с этой стороны она сказала то что детей довольно таки летом здесь как бы немало боитесь об эти коровы вот не напугали детей или не причинили какие-то как бы да я в принципе сама тоже родом с деревни дети коров не боятся но коровы животные непредсказуемые может напасть тем более большое количество 10 штук 1 подцепилась старая за ней но вы тоже вы тоже видели что эти коровы прям ночуют на берегу реки вот туда да 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 то есть получается я делала сама обход своей территории как бы ну и получается соседской потому что у него по сути забор тут понятно нету посмотреть где мне что охранить чтобы к нам не проходил но и когда я увидел но там реально в сарайчик там даже нету пяти сантиметров наверно чтобы до речки там все речку да 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 я то если там чистится я тоже это видел спасибо что рассказали вот и тоже вам выражают спасибо что очень вот такой сюжет необычный когда просто коровы терроризируют вот так вот и их владельцы да и эту ситуацию вот мы сейчас попробуем разрешить то есть если глава не сможет с этим справиться тогда придется только обращаться в органы прокуратуры чтобы они навели порядок всем спасибо за рассказ подводя итог всей этой истории хочу сказать напоследок что здесь вот чисто бытовой конфликт никакой национальной розни между ними нет несмотря на то что вот эти пастухи и владельцы коров называют владельца участка фашистом но опять же это все игра слов и люди пытаются просто бытовой конфликт выдать вместо бытового конфликта выдать что это национальный на самом деле там никакой национальной розни нет и владелец участка обращался в полицию по этому поводу там ему сказали что обращайся в администрацию вот если бы полиция сразу бы вмешалась и какие-то приняла меры поговорили бы с пастухами с владельцами коров то такой бы ситуации бы не возникло бы в дальнейшем вот так она бы не развивалась вот и поэтому здесь вот однозначно только теперь прокуратура может помочь а полиция они вот сославшись на то что здесь именно вот такие административные чисто проблемы что должен глава там это разбирать и прочее но на деле тут именно конфликт такой что вот человеку на забор а гонят каждый день это стадо потом обратно гонят она опять через его ограждение это стадо проходит на в саду на огороде и так далее то есть на его законном участке за какой он платит деньги и вот сразу после снятия вот сюжета с коровами которые вы видели на следующий день уже прибыл глава администрации сельского поселения теперь глава администрации деятельный человек себя показывает пока с хорошей стороны в отличие от предыдущего от от авилова алексея викторовича и вот новый глава как бы он взялся здесь за ситуацию помог людям сформулировать их мысли объяснил им по пункту на в чем именно там нарушение и так далее то есть уже процесс пошел и все-таки вот нужно чтобы этим занялась прокуратура и чем я хотел вот какими словами подытожить вот если бы приезжие вот эти вот езиды по-человечески относились к селянам находили с ними общий язык то такой бы конфликта не возник дело в том что ну по сути даже вот паслись бы они там на окраинах вот этих берега серебрянки эти стада если было все помирно никто бы этот вопрос не подымал потому что там если брать законодательно то там однозначно запрещается выпаса на этом берегу то есть по закону это запрещено запрещено вот содержать животных у воды то есть чтобы они там испражнялись в эту воду и так далее вообще вот все животноводческие строения они должны быть вне воды и не близко от воды а там прям стоит вот но вот этот сарай там даже пяти метров совсем нет там может быть вообще метра два до воды так вот если бы вот все это они по-человечески находили общий язык с людьми все бы было замечательно и даже бы эти коровы паслись бы и никто бы слова не говорил ели бы они там эту траву потом бы как-то уходили опять же там вместо ночевки но не у воды конечно вот и молчали по люди не говорили то есть им бы это так не мешало но здесь именно вот такой вот наглый конфликт когда вот прям пошли на открытую конфронтацию в результате получили то что вот эти пастухи получили что теперь этим случаем явно теперь заинтересуется прокуратура потому что вот строение прям у воды загрязняют реку а опять же серебрянка это вот входит в бассейн реки дон а сейчас к с этим очень строго за охрану дона как бы государство сейчас взялось и поэтому вот имеем то что имеем то есть сами себе усложнили жизнь и теперь явно заставят это строение от воды переносить куда-то в более отдаленная на отдаленную территорию их участка вот это стоило переносить запретят вот чтобы они ночевали у воды запретят ходить на этот берег серебрянки потому что когда приедет комиссия там они однозначно скажут что вот согласно водному кодексу это делать нельзя поэтому на лицо имеем когда вот такая вот откровенная наглость хамство то и получили себе же они хуже то что вот пошли такие процессы и это история она стала общественной и его теперь заинтересовались органы и опять же у них был там вполне другой выход они сами как бы ну не пошли по мирному пути а вот спровоцировали конфликт да иногда владельцы участок участков там тоже как бы и грубят и матерят тоже их в ответ но здесь это опять же уже просто люди но устали и каждодневно вот повторяется одно и то же поэтому вот как бы у них вот такая реакция и мирным путем наверное тут уже мало что решится только вот государственные органы приехав все это разобрав наказав установив там факты нарушений они как-то могут эту ситуацию разрешить окончательно а на этом я прощаюсь а на канале вас будут ждать еще множество других интересных сюжетов до свидания